Значит, сама ходит, у казахов в Казахстане же требуют на нашей земле обслуживать ее на русском языке, а наоборот нет, да? Это так же, и моя земля, и земля. Да? Да, я родилась здесь, в СССР. А, и что дальше? А почему вы мне пришли вот откуда-то иначе не уходите? Я откуда-то пришла? Я казахка, проживающая у себя на родине. Хорошо жили без казахов, без казахского языка. Вы пришли, мне сказали, учи казахский. С какой радостью я на своей земле живу. А, а земля какая? Казахская, может, или русская? Я не знаю, какая она была. Тогда она была советская. А, а теперь какая? Это советская земля, понимаете, а не казахская. А, вон она как даже. А вы слышали, что она говорит? Даже вот так. А вы слышали, что я говорю? Еще раз повторите на камеру. Почему вы мне должны указывать? Нет, будьте добры и повторите, пожалуйста. На каком основании вы мне должны указывать? Учить, не учить. Почему именно вы должны меня обязывать сейчас? Вот здесь, на работе. А кто должен обязывать? А директор? Ну пусть директор вас обязывает. Директор должен обязывать меня с самого начала. Ну никак не тетя какая-то, которая пришла, обязывает меня. Да? А вы знаете, мне все равно, вы будете учить или нет. Вы обязаны меня обслужить на казахском. Вот что я требую. А то что там вы будете учить? От меня таких я сказала еще раз. Еще раз повторите, чья это земля? Не требовали при устройстве на работу от меня. Представьте, вы же такая храбрая. Вы сказали, что эта земля не казахская, а советская. Это верно? Да, она была здесь при советском. У нас русский язык отменили, что ли? А казахский отменили? Нет. А почему тогда вы не обслуживаете? Потому что я не владею. А почему нам всем казахам должен даваться? А почему я вообще вам должна что-то объяснять? Да? А вы должны меня не объяснять, вы должны меня обслуживать на казахском языке. А почему я должна объясняться перед вами? Не надо мне объясняться. Пожалуйста, обслужите меня на моем родном казахском языке. Вы обратились на то, что я не обратилась к вам на казахском языке. Я обратилась к вам на казахском языке. Хорошо, я не ответила. Дальше что? Дальше вам будет штраф. Хорошо, штрафуйте. И каждый раз, я буду каждый день туда приходить и буду вызывать полицию, прокуратуру, напишу заявление вот с этим видео. Потом вам будет спрашиваться хорошо. Отлично будет. Потому что вы мои сейчас, сейчас мои права, вы меня... Хорошо, я буду оплачивать, вам успокоить. Да, спасибо. Ах, вы еще издеваться будете? Пропустите, пожалуйста. Нет, я не пропущу. Почему я должна его пропускать? А почему вы их не должны пропустить? Потому что вы меня должны обслужить. Сейчас моя очередь. Будьте добры. Я не могу вас сказать, что у меня для этого есть человек, который владеет Казахстаном. Да? А вы особая? Почему проживая в Казахстане, вы не должны владеть Казахстаном? Я не особая. Я работала в банке. У нас специально было 50 на 50 русских и казахов для того, чтобы... Я тоже чуть-чуть. Можно было обратиться в казахский язык. Вы меня, значит, отказываетесь, да, обслуживая на казахский язык? Я не отказываюсь, вас обслуживаю. Он, да, Маган Холго первенец, медицинолог. Вы объяснили, все прекрасно. Значит, вы владеете русским языком. А вы почему казахский не владеете? Вы хотите в суд, что ли? Да, хочу. Вот именно поэтому мне нужно... Вы меня дискриминируете. Вы меня дискриминируете. Потому что вы в Казахстане не обслуживаете меня на родном языке. Почему? Вызывайте полицию тогда вы. Я буду обслуживать и работать. Нет, дорогая, пока вы меня на казахском не обслуживаете, вы не будете работать. В моем трудовом договоре я была... То есть я без очереди беру, получаю и пойнаю. Нет, пока я не получу услугу. А я сейчас милицию вызыву. Вызывайте. Вот так вот за ваши капризы. Вызывайте. И не капризы. Она меня не обслуживает. Она меня дискриминирует. Почему я вас не обслуживаю? Вы еще ничего не... На казахском языке я не разговариваю. А почему вы не разговариваете? Вы чем лучше нас? Я его понимаю. Нет, любой русский приходит. Я могу понять казаху. Почему вы мне обслуживаете? Делаете одолжение. Вы должны меня обслужить на казахском языке. Вы сами ходите в Казахстане, живете и у казахов требуете же обслуживание на казахском языке. А я не клиентка? Вы клиент. Маган, миссидинс, рабжатор. Маган, холгапкир. 920 и вот чек еще плюс. Динара, вызови милицию. Да. А, махстан, вы смотрите, какая деловала. Правильно она говорит. Да? А мы казахи, значит, не имеем права у себя на родине, обслуживаться на родном языке. А мы, когда приходим к врачам, медсестра, врач, говорят, говорят по-казахски. Мы же не претендуем. Мы понимаем, что они же ее говорят. Желательно вам встать и уйти или что? Да, желательно вам встать и уйти. Вам будет прекрасно спасать от того, что моим детям нечего будет холдить. Ах, а моим детям, которые не владеют русским, что делать в Казахстане у себя на родине? И мама владеет. А? Ну и что? Я должна при них переводчиком ходить, да? Деловая? Посмотрите, какая деловая. Казахи, значит, должны проживаться на родине, обслуживать вас на русском языке, а наоборот, нет? Почему такая дискриминация? Деловая не я, а вы. Что? Не ты персмаган. Казахша же во первых измаган. У меня есть человек, который может подойти, и мы обслуживаем вместе вас на Казахстане. Пригласите ее. А вот она была, я пригласила. Она давно стоит вот женщина. Да? Да. А она мне что, ответила? Вот пригласите, пусть кто не ответит сейчас. Я не пущу никого. Пока меня не обслужат. Казахша. Так, 920. Динара, обслужи, пожалуйста, Казахша. Я не буду обслуживать. И чек. Вот правильно делает. Пусть сами обслуживают. Аушан, обслужи, пожалуйста. А почему они должны сюда бегать, обслуживать? А вы на что? Для красоты? Тогда напишите здесь, обслуживайте только русскоязычные. Напишите здесь тогда. Единственное, я... Напишите здесь тогда. Мы не будем подходить. Я ничего никому писать не собираюсь. Да? Ага. А вы кто такая, что проживая в Казахстане и не предоставляет нам услуги на разном языке? Почему в магазинах тогда? Везде будут писать в магазинах так же. Так надо, значит, тогда пускай весь мир увидит, как вы нас дискриминируете. А, я? Да, да, да. А не она, да? Я дискриминирую вас, что ли? А не вы меня? Мы что, в России, да? Мы разве в России? А при чем тут Россия? А при том, что вы ведете себя, как в России. Я понимаю, если бы я пришла в Россию, да и требовала говорить на казахском языке. Я в Казахстане у себя на родине, между прочим, нахожусь. Я казашка. Я имею право у себя на родине получить услугу на родном языке. Вам не кажется, дорогая? Ну, посмотрите, а уже прям слов просто нету. Да? Еще раз повторите. Не надо. Что вам не надо? Вам не нужен казахский? Вам не нужен казахский? Мы с казахами и на русском. А почему с казахами должны по-русски разговаривать? Мы что, у себя в народе не имеем права говорить на своем языке? Вызовите милицию. Да, вызывайте. Давайте. Вызовите. Смотрите, это же вообще. Да, вот именно. А почему она должна за вас обслуживать? Вы же деньги получаете. Гинара кричит. Почему Гинара должна туда-сюда бегать? Она получает за одного человека, между прочим. А что, на работу принимали только на русском языке обслуживать? А априори? А вы не знали, что в Казахстане, живя в Казахстане, вы должны обслуживать казахов? Тогда увольняйтесь. Тогда увольняйтесь. А что, вы не знали, что вы в Казахстане живете? Хорошо, я увольняюсь. Я и так уже пошла писать заявление на увольнях. Молодец. Раз вы не хотите, знаете, молодец. Раз вы не хотите обслуживать казахов в Казахстане, дискриминируйте. А что делать, если человек не владеет? Вот придет из аула пожилой человек, и что? Вы скажите, я не знаю русского языка, а казахского языка? Что значит, у вас есть люди? А, да, они должны бегать вот оттуда и обслуживать вместо вас. А почему? А почему они должны каждый раз прибегать сюда, оставив свою работу? Скажите, вы почему должны сидеть королевой, а они должны туда-сюда ходить? Переводчиком при вас. Я перед ними тоже королевой хожу. Нет, слушайте, а почему они должны вас переводить? Вы кто такая? Посол, что ли, иностранного государства? Я гражданка Казахстана. Я казашка. Вот вы как гражданка Казахстана. А я русская, родилась в этой земле. И почему вы на этой земле казахская живя, не владеете казахским языком? Странно. Потому что я родилась, когда здесь не было казахского языка. А, в Казахстане не было казахского. Как интересно, а куда он делся? Мы его не обучали нам в школе, да. А за 30 лет нельзя было выучить? Вам уже лет 50, наверное, есть, дорогая? Неужели за 30 лет еще? Ну хорошо, 49 пусть будет. 49 и 9, да. Какая разница, сколько вам лет? Вы обязаны. Неужели нельзя за всю жизнь выучить один язык? Мы посмотрим это. Мы посмотрим. Меня, этому никто не обязан. Да что вы!